Си Цзиньпин призвал развивать научно-техническую независимость Китая. Глава МИД КНР провёл переговоры с министром иностранных дел Бразилии. В Госкомитете по реформам и развитию КНР назвали главные экономические векторы развития страны. Промышленность Китая преодолела большую часть последствий пандемии – отчёт правительства КНР. В Китае обнаружили крупнейшее месторождение лития. Иностранные дипломаты познакомились с достижениями Поднебесной в области зелёного развития. Участники космической миссии Шэньчжоу-17 приступили к разгрузке корабля Тяньчжоу-7. В посольстве КНР в Москве провели праздничный приём в преддверии лунного Нового года. В Москве состоялась российско-китайская выставка каллиграфии и живописи. На первых юношеских играх Большой Алтай прошли соревнования по ски-альпинизму. Китаю необходимо ускорить достижение научно-технической самостоятельности и снизить зависимость от других стран в области разработок. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на церемонии вручения Национальной инженерной премии. Глава государства поздравил победителей и отметил, что инженеры – важнейшие представители Национального стратегического кадрового резерва. По словам лидера страны, Китай должен активнее наращивать независимую подготовку технических кадров, повышать их социальный статус и обеспечивать необходимые условия для развития. Обращаясь к профессиональному сообществу, Си Цзиньпин выразил надежду, что китайские инженеры будут твердо придерживаться идеалов служения стране, приносить пользу народу и реализовывать высококачественные проекты. Так они внесут вклад в дело национального возрождения. Также председатель КНР призвал к прорывам в ключевых областях. Они станут ресурсом, который поможет Китаю обрести самостоятельность в сфере передовой науки и техники. Глава МИД КНР Ван Ив встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виэйрой в ходе своего визита в южноамериканскую страну. Китайский дипломат отметил долгие традиции дружбы и приближение 50-летия дипломатических отношений между государствами. Юбилей он назвал поводом вывести партнерство Китая и Бразилии на новый уровень. По мнению Ван Ив, в период нестабильности в мире странам необходимо укреплять взаимодействие, чтобы совместно противостоять глобальным вызовам. Мауро Виэйра в свою очередь отметил, что в последние годы отношения между Китаем и Бразилией продолжают стабильно развиваться, а сотрудничество расширяется во всех сферах. Бразилия готова и дальше способствовать этому процессу, подчеркнул дипломат. Повышение самодостаточности, наращивание возможностей в области науки и техники, а также расширение внутрикитайского спроса. В Государственном комитете по реформам и развитию КНР назвали главные экономические векторы развития страны. «Мы будем активно продвигать новую индустриализацию, укреплять потенциал для инноваций, содействовать преобразованию и модернизации традиционных отраслей промышленности и развивать цифровую экономику». Согласно последним данным, ВВП Китая в 2023 году достиг рекордных 126 триллионов юаней, что эквивалентно 17 триллионам долларов. Есть и проблемы, например, относительно слабый платежеспособный спрос и избыточные мощности в некоторых секторах. Однако официальные лица отмечают, что общие долгосрочные тенденции, которые определяют восстановление экономики Китая, неизменны. КНР продолжает открываться и предоставляет возможности сотрудничества всему миру. Представители Госкомитета по реформам и развитию Китая также обещают оптимизировать бизнес-среду для частных предприятий. Не меньшее значение отводится защите окружающей среды и широкому применению возобновляемых источников энергии. Промышленность Китая значительно восстановилась после пандемии. Рост в ушедшем году по сравнению с 2022 составил 4,6%. Об этом говорится в свежем отчете правительства КНР. Особенно впечатляющие результаты показали обрабатывающая промышленность и телекоммуникации. Министерство промышленности и информатизации наращивает темпы новой индустриализации, увеличивает производство и наблюдает общую положительную тенденцию восстановления промышленности. Стремительно развивается информационно-коммуникационная отрасль. Мы видим надежный и качественный рост. По официальным данным, в прошлом году Китай произвел и продал 30 миллионов единиц транспорта. Из них за рубеж отправили более 4 миллионов, что сделало КНР крупнейшим в мире экспортером авто. Министерство промышленности и информатизации страны намерено помогать предприятиям внедрять инновации. Это касается производства автомобильных чипов, аккумуляторов и технологий беспилотного вождения. Все для того, чтобы сделать электромобили еще более конкурентоспособными. Власти также поддерживают развивающиеся отрасли, среди которых новые материалы и робототехника. В этом году министерство сосредоточится на высококачественном развитии. Мы планируем закрепить положительную динамику, восстановление промышленности и продолжить модернизацию производства и коммуникаций. 14-й год подряд Китай остается крупнейшим в мире производителем. И можно говорить о том, что экономика страны восстановилась после пандемии COVID-19. Китайские геологи открыли новое месторождение лития в уезде Ядзян провинции Сычуань. Оно должно стать крупнейшим в Азии. Запасы руды оцениваются примерно в миллион тонн. Литий широко применяется в металлургии для повышения прочности и пластичности сплавов. Этот самый легкий и мягкий металл используется для производства солнечных батарей и литий-ионных аккумуляторов в оборонной и атомной промышленности. Мировой спрос на литий постоянно растет. В Министерстве природных ресурсов КНР уверены, открытие месторождения поможет совершить крупный прорыв на пути к достижению Китаем углеродной нейтральности. Дипломаты из 38 стран побывали в провинции Гуандун, крупнейшем промышленном центре Китая. На примере предприятий городов Гуанчжоу, Фошань и Шэньчжэнь иностранные специалисты оценили последние достижения Поднебесной в области зеленой энергетики. Провинция Гуандун и вся дельта Жемчужной реки первопроходцы в этом секторе. У местных предприятий огромный опыт и большие перспективы сотрудничества с европейскими компаниями в сфере зеленого развития. В городе Фошань развито производство топливных элементов на основе водорода и кислорода. Их уже используют в основном в промышленности и на транспорте – от грузовых автомобилей до велосипедов. Такие технологические решения действительно обнадеживают. Развивающиеся страны первыми ощущают последствия изменения климата. Китай – одна из крупнейших экономик мира и может предложить как инновации и технологии, так и финансирование проектов. Как отметили иностранные послы, китайские передовые технологии могут найти применение и в других странах мира. Участники миссии «Шэньчжоу-17», которые сейчас работают на китайской орбитальной станции «Тяньгун», начали разбор материалов на корабле «Тяньчжоу-7». Космический грузовик доставил на станцию все необходимое для проведения научных экспериментов, общим весом больше 400 килограммов. Это установки и приборы, расходные материалы для экспериментов и запчасти. Кроме того, в корабль загрузили почти 2,5 тонны предметов первой необходимости. Они пригодятся экипажу «Шэньчжоу-17» и участникам следующей миссии, которым только предстоит отправиться в космос. Тем временем на Земле экипаж «Шэньчжоу-16» встретился с прессой после возвращения с орбиты. Тайканавты Цзинхайпэн, Джуянджу и Гуйхайчао впервые официально появились на публике после возвращения из космоса в октябре прошлого года. Все это время они восстанавливались под контролем специалистов. Сейчас их состояние оценивают как хорошее, а физические показатели вернулись к предполетным значениям. На пресс-конференции в Пекинском аэрокосмическом центре космонавты заявили, что и дальше продолжат трудиться на благо космической отрасли Китая. В посольстве Китая в Москве провели праздничный прием по случаю наступающего Нового года по лунному календарю. Среди гостей – китайцы, живущие в России, сотрудники посольства и журналисты. Посол КНР в России Джан Ханьхуэй поздравил соотечественников с наступающим праздником и отметил, что прошлый год был удачным для Китая. Страна укрепила свою экономику и продолжает стремиться к качественному развитию. Обмены между КНР и Россией восстановлены на всех уровнях. Объем двусторонней торговли перешагнул за 240 миллиардов долларов, превысив цели, поставленные главами государств. В 2024 исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Ближайшие два года объявлены перекрестными годами культуры, напомнил Джан Ханьхуэй. Также в ходе праздничного приема многим участникам встречи вручили награды за вклад в развитие российско-китайского сотрудничества и другие достижения. В Москве состоялась российско-китайская выставка каллиграфии и живописи. Более 120 работ увидели гости китайского культурного центра. На мероприятии выступил посол КНР в России Джан Ханьхуэй. Он отметил, что выставка стала первым событием в рамках перекрестных годов культуры двух стран. В честь наступающего праздника весны все желающие под руководством мастеров каллиграфии смогли создать свои собственные произведения. Например, традиционные парные надписи «Дуэлянь». В Китае их обычно вывешивают на дверях дома в канун Нового года. Самым популярным иероглифом стал «фу», который означает «счастье». Ски-альпинизм Ски-альпинизм – один из самых молодых видов спорта. Соревнования включили в программу юношеских олимпийских игр в швейцарской Лазанне 4 года назад. В зимней Олимпиаде ски-альпинисты впервые примут участие только через два года. Поэтому первые зимние игры в китайском Алтае для некоторых юных спортсменов стали хорошей возможностью попробовать свои силы. Григорий Огнёв впервые вышел здесь на такую дистанцию. Но особые лыжи для ски-альпинизма уроженца горного села Куяча Алтайского края России совсем не удивили. У меня чуть пошире для более лучшей проходимости по глубокому снегу, по-свежему. А камус вот этот, шкура, для лучшего держания в гору, чтобы назад не катиться. Меховые лыжи для соревнований изготовил уроженец китайского города Алтай 70-летний Сламбек Сакыш. На создание одной пары у него уходит целая неделя. Для того, чтобы лыжи не скользили по снегу в обратную сторону, используют лошадиные шкуры. Этим традициям много веков. Конечно, я очень рад, что смог внести свой вклад в проведение зимних игр. Все спортсмены катались на моих лыжах. Никаких современных креплений, только кожаные шнурки, как в старину. Поэтому привязывать ботинки к лыжам надо очень крепко и внимательно. Когда я прошла половину дистанции, мои лыжи развязались, но старалась дальше подниматься наверх. И рада, что в итоге все равно заняла первое место. Через два года эти юные спортсмены из России и Китая, Казахстана и Монголии наверняка снова встретятся в борьбе за золото зимних Олимпийских игр. Однако в памяти навсегда останется китайский Алтай, где их имена впервые прозвучали на весь мир. Редактор субтитров А.Семкин